Давайте завершим показатель самой теоремы. Итак, вот мы уже знаем, что там право бедного поражения, теперь мы из вот этой теоремы знаем значение суммы Гаусса, да? Давайте подставлять, что мы здесь имеем. Сумма Гауса в нуле это ноль, правильно? Значит, только что это говорили. Значит, будем дальше не подставлять, а оценивать эту сумму по модуле. Значит, оцениваем, давайте эту сумму назовем как-нибудь сигмой, оцениваем сигму по модуле. Значит, это будет не больше, чем единица на b сумма xp, а x в квадрате. Несложно нам сообразить, что модуль у превышения А и минус СК тоже. Значит, вот это вот у нас сумма Гаусса, да? Значит, сумма Гаусса по модулю x в квадрате, но x не равно нулю. По лимит внизу эта слагаемая, значит, будет не больше, первая слагаемая, первая множка, это не больше, чем корь есп, да? И дальше есть сумма по x не равна нулю, а с крышкой от x в квадрате. Так, то есть, вот в этом мире, так сказать, инопланетном, значит, вот это вот наш исход для суммы физической, так сказать, то есть, как она может быть вот так вот оценивать. Теперь нам как-то надо вернуться обратно. Как нам это сделано? Ну, посмотрите сюда. Значит, вот эта вот сумма, это написанная первая формула, когда f равно g и равно характеристический пункт все множество а. Эта сумма, она просто считается вот в нашем обычном стексте. Ну, точнее, нужно написать, что это меньше, чем сумма одна по этой во всем высотам, да? И затем уже воспользуется формула Планшерелля для f и g равных характеристической пунктой множества а. По формуле Планшерелля это будет равно корень из b единиц на b, то есть я применяю формулу Планшерелля для этого, значит, единица а от x, единица а от x, сумма по всему x из fp. Характеристическая функция на характеристическую функцию это просто сумма единичек в тех точках, когда вить принадлежит множеству а. То есть это будет просто-напросто корень из b на мощность множества а. Так, оказывается, вот используя формацию для другого мира, мы эту сумму оценили по-другому. Но теперь осталось подставить, что вот эта вот сумма, она меньше, чем корень из b на а. Ну отсюда, а, немножко хуже получилось, а меньше, чем корень из b на плюс один. Вот. Ну, это и есть, там можно как-то выбрать. Если аккуратно посчитать. Ну вот это такая вот демонстрация, нет, энергетических сумм.